Всем тихой ночи. Летом 2018 года стало понятно, что места в базе данных фонда не хватает и было решение ее расширить и начать давать новым объектам номера между 4000 и 4999. Как обычно, за круглый номер поборолись самые удивительные и странные вещи, что только были обнаружены фондом за последнее время. И самой удивительной тогда оказалась такая вещь, которую нельзя даже называть. Забавный факт. Я несколько раз пытался просто прочесть этот объект с сайта SCP на канале, но каждый раз что-то шло не так. То звуковой файл с микрофона не сохранялся, то электричество пропадало. Удивительно. В один прекрасный день фонд SCP обнаружил заброшенный дом с камином в сельской местности. Полевые агенты увидели, что в камине открылось подобие портала. Один из агентов вошел в него и пропал. Другие погибли от действия неизвестной силы, которая изменила и извратила их тела до неузнаваемости, растянув и деформировав. На каждом мертвом теле появились ветви, листья и другие растительные элементы. В ходе исследования объектов фонд потерял еще несколько человек. Люди заняты этим проектом внезапно начинали видоизменяться, что приводило к их смерти. На их телах также росли ветви, кожа покрывалась древесной корой. Позже фонд узнал, что если над камином выполнить особый ритуал, то он превращается в портал, войдя в который, человек неожиданно для себя оказывается в старом каменном колодце. Выбираясь из этого нехитрого сооружения по ту сторону портала, путешественник увидит перед собой отдельное измерение. Прямо у своих ног, вошедшие в это странное место, обнаружат тропинку. И только те, кто догадаются пойти по ней прямо, не возвращаясь назад, а не покидая тропы, смогут попасть обратно в наш мир. Судьба людей, сошедших с этого пути, фонду неизвестно. Дорожка, в конце концов, непостижимым и часто геометрически невозможным образом приводит обратно к начальной точке, через которую теперь становится возможно вернуться в нормальный мир. В том мире живет множество существ, принимающих самые разные удивительные формы. И существа эти часто выходят на тропинку, чтобы встать у странного гостя на пути. Они редко бывают агрессивны, и даже напротив, чаще всего они достаточно вежливы. Они пытаются заговорить с человеком. И это даже более опасная ситуация, чем если бы они просто нападали. Опасная настолько, что фонд разработал особые правила ведения диалога. Кроме некоторых очевидных правил, типа того, что нужно быть вежливым и осторожным, в списке есть требование не называть местных жителей каким-либо именем или обозначением два раза подряд. Да и вообще обращаться к ним можно, только пользуясь описанием их внешнего вида, никогда не повторяясь. Кроме того, нельзя называть своё имя в диалоге с ними. И дело в том, что те погибшие сотрудники фонда совершили именно эту ошибку. Узнав об объекте, они начали давать постоянное обозначение местам или монстрам, обитающим в объекте, что неизменно приводило к их смерти. В SCP нашёлся человек, который научился общаться с объектом. Его звали доктор Хохман. Этот учёный встретил внутри человекоподобное существо с головой кролика, которое, похоже, приняло вид белого кролика из-за лица в стране чудес. Меховой обитатель места за колодцем пригласил учёного в свой дом на чаепитие и рассказал историю этого маленького мирка. Учёный после этого даже смог вернуться обратно в нашу реальность, но, похоже, был уже слишком сильно поглощён странным лесом, а вскоре пропал. Благо, остались записи, на которых слышны его диалоги с местными обитателями. Похожий на кролика житель дома за уютной беседой поведал, что его народ, способный легко менять форму, был изгнан из обычного мира в карманное измерение в результате какой-то войны. В тексте объекта есть ссылка на SCP-001 «Фабрика», по сюжету которого фонд SCP появился для содержания, собственно, самой фабрики. Ужасные разумные сущности, представляющие собой концентрат ужаса и вообще всего плохого индустриальной эпохи. Кроликоподобный собеседник говорит, что его народ непостоянной формы, помогал людям сражаться с этим ржавым злом, но затем был предан людской расой, которая его практически полностью уничтожила, а оставшихся стерла из мира, и во время этого изгнания выжившие были лишены имен. С этим и связаны страшные эффекты, происходящие, когда кто-то дает повторяющиеся названия чему-то в пределах пристанища изгнанников. Он как бы сливается с этим стертым из реальности предметом. В тексте есть еще одна ссылка. Она ведет на объект SCP-2932. Это тюрьма Титании, органическая конструкция, построенная существами, известными как SCP-1000, и служащая для содержания различных монстров. Последний из известных хузников тюрьмы Титании подписан как фея. И само это слово, это тоже ссылка на рассказ про фабрику. Но в чем же тут дело? Ведь в рассказе про фабрику нет никаких фей. Да, это в русской версии нет. А вот в оригинале те, кого переводчики назвали сидами, это как раз феи. В самом рассказе про штурм фабрики написано, что когда основатели фонда захватили саму фабрику, появился какой-то народ сидов, то есть фей, и решил уничтожить и фабрику, первых сотрудников фонда заодно. В рассказе о SCP-001 фабрика говорится, что тогда основатель фонда пошел на сделку с тем разумом, что управляет всем ржавым ужасом. И это позволило ему победить фей. Сама сделка заключалась в том, что владелец фабрики стирает из реальности события, которые привели к тому, что феи ворвались на фабрику. И похоже, что эти стертые сиды-феи и есть те, кто населяют лес, находящийся за колодцем. Вот только умный кролик предлагает немного другую версию событий. По его версии, люди и феи сражались против фабрики вместе, но затем людская жадность привела их к предательству, и теперь этот изменчивый народ живет в этом аморфном подобии сказки про лису в стране чудес. Концовка объекта представляет собой еще одну небольшую загадку для читателя. Ведь, как я уже говорил, ученый Хохман вернулся в наш мир, но вскоре пропал. Но он ли это вернулся? Ведь на месте его пропажа нашли мех самого кролика. Дело в том, что в общении с белым кроликом научный сотрудник допустил несколько ошибок. Он вошел в дом к существу, сел пить чай с ним, а главное, дважды назвал его собратом по науке, дав ему таким образом имя. В тот момент, когда Хохман второй раз назвал кролика собратом по науке, в дом ворвался сильный ветер, и в поведении персонажей кое-что изменилось. Ученый фонда стал вести себя точно так, как до этого вел кролик, а кролик наоборот, как ученый фонда. И то, что вернулось в наш мир, похоже, было именно кроликом в теле ученого SCP, хотя это все еще и не объясняет, почему он оставил кроличий мех. То же самое случилось и с другими погибшими ранее агентами фонда, которые по неосторожности дали чему-то имя внутри объекта и поменялись с ними телами, превратившись в бесформенное подобие названной вещи, которая сразу погибала, попав в наш мир. Ведь в нашем мире законы физики и биологии действуют более жестко, чем в аморфных карманных измерениях. Таким интересным образом этот изгнанный народ проникает в нормальный мир, и затем заселяет мистический остров Ху-Бразил, который упоминается в видео про войну на всех фронтах. Происходящее упоминается не только в базе данных фонда, но и в одной из книг библиотеки странников. Там написано, что мир, известный как SCP-4000, это территория безымянных, которые стремятся вырваться наружу, а сделать это можно по правилам этого странного мира, только украв чье-то имя. В той же книге дается и объяснение появления этого пространства. Дело в том, что его создали члены организации под названием Длайн Змея, и сделали они это для того, чтобы содержать тех безымянных монстров, потому что они самим своим существованием дестабилизируют мир, что довольно странно, ведь обычно цель Длайн Змея заключается в освобождении монстров, а тут они, получается, сами содержанием занялись. История продолжается в SCP-5935, где один из смотрителей фонда пытался вернуть к жизни своего сына. Разбитый горем, он отправляется к тому самому дому с камином. К этому месту его ведут его мучительные сны. Попав на ту сторону, он не стал следовать тропе, а намеренно отправился в лес, и на удивление вскоре вернулся оттуда живым, вынеся с собой своего сына. Конечно же, его сразу исключили из Совета О5, потому как никто не мог точно сказать, чем он теперь был на самом деле. А вот с сыном все было чуть понятнее. Человеком он не был точно. Сын оказался древним чудовищем, куда более древним и страшным, чем феи. Называемый безымянным мертвецом, монстр оказался способен выдать себя за любого человека. Да так что никто из людей не мог распознать обман. Обман возможно было раскрыть только когда монстр менял маски. Это существо и стало обозначаться как SCP-5935. И как я понял, он был какой-то древней тварью из небытия, для которой это карманное измерение служило могилой. Да, как я понял, потому что сам объект SCP-5935 написан автором DJ Кактус. И потому сам по себе текст, как водится у этого автора, огромный, сложный и запутанный. В нем намешано много всего, и сам по себе стиль повествования достаточно тяжелый. Ну, он уже есть на русайте фонда. Можете попытаться сами понять, что хотел сказать автор. Впрочем, если сие произведение автора с сайта не до конца съест ваш мозг, можете попробовать прочесть SCP-5404. Этот объект тоже сам по себе является сильной меметической угрозой. А даже если это не помогло, есть SCP-5242. Вот это вот уже вообще совсем все. Из более-менее понятного про тайную тропу у колодца есть еще SCP-5925. Однажды фонд во время ритуала открытия портала в SCP-4000 допустил ошибку, и это привело к неожиданному результату. Из камина вышел странный мужчина с большой белой бородой, который, как оказалось, обладал аномальным свойством. Он знал имена всех людей, которых он встречает. При этом он точно так же каким-то образом знает, какой подарок хотел бы получить любой из людей. В общем, такая вариация Санта Клауса, того, что залазит в дома через домоход. Но в этом объекте есть небольшой неожиданный поворот. Он оказывается доброй версией SCP-4666, одного из самых страшных на сегодня объектов. И ведь все сходится. У SCP-4666 действительно должна быть какая-то добрая версия, если он отсылается к ильскому старику. Впрочем, SCP-5952 оказывается не таким и шедобряком, потому что на самом деле он языческое божество холода, по своей сути не менее страшное, чем его темный двойник. Карманные измерения, похожие на старинные сказки. Существа, мечтающие похитить жизнь людей, и способны это сделать, узнав только имя. Феи, которых фонд уничтожил только для того, чтобы заключить сделку с фабрикой. И древний безымянный мертвец, способный выдавать себя за кого угодно. Такой вот набор историй породил объект SCP-4000, став очередной эпичной аркой, который часто становится объектом, открывающий очередную тысячу. Всем пока!